Ну что, друзья, мы сегодня с вами разберём тему. Вы знаете, я всегда предваряю события заранее, потому что, в общем, аналитика позволяет трактовать некоторые действия, которые сегодня происходят, трактовать их на 5 лет вперёд. И, кажется, пазлы не сходятся, несовместимые. Однако вы увидите через 2,5 года, что будет твориться в этом регионе. Возможно, даже раньше. Мы сегодня поговорим о роли Турции. Роль Турции в Европе частично. Это Кавказ, также это немножечко Азии захватит, Египет. И посмотрите ещё, какие страны. Я даю карту, чтобы вы посмотрели. Ну и если вы видите вот здесь Чёрное море, это как раз есть то самое Чёрное море и Крым, который, как видите, Турция включила в свой состав. Вам кажется, это невозможно. Но, уверяю вас, за Крым пойдёт война. В Крыму в самом будет война. Хотя, на первый взгляд, казалось бы, странно тратиться деньги. Российского бюджета тратится на то, что вроде бы должна захватить Турция. И ведь Турция давно уже ведёт переговоры с Россией, с Кавказом, Азербайджан поддержит Турцию, несомненно. И, несомненно, уже есть договорённости, что Азербайджан будет частью Турции. И также Иран может стать частью Турции. Пока этого не видно, видите, на карте нет. Но я думаю, что Иран, Ирак, они как раз войдут. Вот Египет, несомненно, друзья. Всё это будет. Вы посмотрите на карту и определитесь, где какие города, и вы всё поймёте. Казалось бы, что Россия воюет с Украиной, и Россия пойдёт там куда-то. Но не забывайте, сейчас начнётся Кавказский узел гореть. Кавказский узел будет гореть до тех пор, пока Турция не вмешается в эту игру. И вот тут Турция захватит практически две трети Чёрного моря, побережья Чёрного моря. Потом, это уже будет потом, Турция захватит и далее всё Чёрное море. Оно войдёт в состав Османской империи. Это Османская империя. Мы можем говорить, что это Турция, Турецкая империя. Нет, друзья, это будет, конечно же, Османская империя, на которую претендуют сегодня турки в лице Реджепа Таипа Эрдогана. Турция должна быть везде, где есть повод для разговора. Это так говорил Эрдоган. Но ещё Эрдоган говорил, что война неизбежна. И вы знаете, политика Турции, политика Эрдогана, мудрого правителя, говорит немножечко в другую сторону. Ту сторону, которую мы сейчас не видим и не понимаем. О чём она говорит? О том, что Турция должна быть везде, где есть повод для разговора. Это примеры дипломатической изворотливости Реджепа Таипа Эрдогана. Они множатся день ото дня. Его сегодняшняя активность в украинском кризисе вызвана как раз большими глобальными вопросами, которые перед собой ставит Реджеп Таип Эрдоган. Турция – страна, у которой одинаково хорошие продуктивные отношения с Москвой, с Киевом. И даже Китай не дотягивает пока до уровня отношений Турции и страны, вокруг которой расположены. Допустим, Турция торгует с Израилем. Большое количество продукции турецкой идёт в Израиль, не китайской. Хотя китайская, наверное, тоже есть, но турецкая в основном. Турция – та страна, куда уехали все богатые люди, как Украины, так и России. Одновременно и те, и те живут в Турции и существуют одновременно в дружеских отношениях там, в Турции. А вот на поле боя они вроде бы по разные стороны баррикад. Однако Турция их объединяет. Как заявляют в Турции, мы не можем встать на ту или иную сторону конфликта. Но мы не можем оставаться равнодушно безучастными. Следовательно, нам остаётся так называемый активный нейтралитет. До сих пор политику активного нейтралитета проводила Швейцария. Сколько бы ни была она сложна и многогранна, однако Турция ставит впереди себя во главу угла не просто международную интригу или конфликт, который они пытаются разрешить, а они руководствуются международным правом, стараясь сохранять хорошие отношения абсолютно со всеми странами, как с Украиной, так и с Россией, как с Израилем, так и со странами Востока. Там, где кто-то развивает конфликты, Турция держит большой нейтралитет, причём довольно-таки хорошо осваивая бизнес в этих странах. Вот посмотрите, что говорила я не так давно. Три года назад, 2021 год, тогда уже было ясно, что Турция претендует на российские земли. Но об этом наши политики не говорят. Об этом наши политики молчат полностью. Но необходимо учитывать, что Иран – это Россия. Это сложная политика, сейчас не могу вам всё объяснить, но Иран создавался как российский анклав. Иран создавался. Ирак – так же, Ливия – так же, Сирия – тем более. Я как-то слышала, что ещё в 20-х годах, 20-го века в Сирии были русские школы. Туда Сталин в конце 20-х годов открыл русские школы. Не спроста. Так вот, если Сталин находится за созданием всех этих стран, которые раньше были в составе Персии, а потом их разделили, раздербанили, то, значит, Сталин и тогда уже вёл переговоры с Турцией. Он же понимал, во что это выльется. Потому что можно, конечно, захватить эти страны и руководить Ираном, Ливией, Сирией. Но на каком-то этапе это же всё когда-то заканчивается. Вам издалека не видно. Человек на сегодняшний день живёт в основном 60 лет. А Сталин, может быть, 200 лет живёт или 150 уже точно жил и будет жить. И поэтому его, с его позиции издалека и с высока небожителя, видно это всё гораздо лучше. Итак, друзья, приготовьтесь, что Турция сегодня и президент Эрдоган во главе, они могут начинать свои военные операции против тех, кто им не угоден и кого они хотят поднять под себя. Ну, в частности, иракские курды, сирийцы. Сложные отношения к международным правам. И здесь его позиция нейтралитета немножечко другого свойства. Но все закрывают на это глаза. Так надо. Турция. Вот мы смотрим иногда на карту. И вам всегда казалось, когда «Симпсоны», этот мультифильм с прогнозами на будущее, мелькает у вас перед глазами. И там буквально все страны находятся под красным стягом. И вам кажется, что раз это красный стяг, это СССР-2, надо сказать, западники активно подыгрывали недалекому российскому менталитету, что это все-таки будет СССР-2. Сейчас застонали. Сейчас не хотят СССР-2. Но потом это было похоже, что будет Китай. Там же тоже полностью красный стяг. Что Китай захватит. Вполне возможно. А как же здесь быть с Турцией? У нее такой же полностью красный стяг. Как же быть с Турцией? А не планируется ли? Мы же с вами говорили, что планируется халифат. И Путин говорил, что он против халифата. Но его действия были все направлены на то, что он за халифат. Говорит одно – против, а делает за. Ну, это двойственность политики. И здесь уже никого нельзя обвинять, потому что политика – такая вот продажная девка, которая и нашим, и вашим под дудочку спляшем. Но когда нужно, схватит свое и убежит. Как вы думаете вообще, друзья, халифат возможен на всех этих землях, на которых сейчас вы видите красный цвет? Возможно ли халифат? Или это будет нечто другое? Ведь и Израиль пытается оставить за собой право куда-то переселить израильтян, евреев. А что будет здесь, на земле Израиля? Не войдет ли халифат? И не для этого ли Израиль развивает бурную деятельность на пять фронтов, чтобы его поджали под себя мусульмане? Мусульмане подожмут его под себя Израиль. И будет понятно, что так и было задумано. Халифат. Именно халифат. А во главе халифата может стоять кто угодно. И еврейский мусульманин, и мусульман еврейского происхождения. Поэтому, да не все ли равно, важно держать власть в своих руках. Я Атаня Карацуба, Сеидбурхан. 9 мая. Сегодня день победы. Об этом можно еще поговорить. 2024 года. В мае президент Турции заявил. Для нас Турция – это не 780 тысяч квадратных километров. Для нас Турция – везде. Реджеп Таип Эрдоган заявил так 19 мая в Анкаре. Турция готовится походом на весь мир собирать земли в новую Османскую империю. И прежде всего в этом будет ей помогать Германия. Президент Турции собирается огласить на Кипре послание всему миру. Историческое событие, которое надвигается и которое ожидают. Итак, 19 мая президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил на встрече с молодежью в Анкаре, что огласит 20 июля послание о Кипре. Это случится во время его визита в непризнанную мировым сообществом Турецкую республику Северного Кипра. Месседж будет носить глобальный характер. Итак, Эрдоган. «Я собираюсь 20 июля посетить Кипр. Во время визита я выступлю с посланием, которое будет касаться не только острова, но и всего мира. Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьез», — сказал Эрдоган. Президент Турции порассуждал на тему добычи углеводородов в Восточном Средиземноморье. Важны ли углеводороды, друзья? Или все-таки глобальная политика захвата земель стоит во главе? Президент Турции рассказал, «Мы купили буровые платформы, мы приобрели корабли сейсморазведки. У нас сейчас пять таких судов, и мы ни в чем не нуждаемся. Надеюсь, вскоре вы услышите хорошие новости о нефти и природном газе. Не удивляйтесь, отношение мира к Турции сильно изменится. Другие страны будут завидовать нам, они вправе ревновать. Пусть завидуют». Итак, в 5.30 утра 20 июля в Республике Кипр вновь прозвучат сирены. В 1974 году в этот день в Киринии на северном побережье острова началась высадка турецких военных. До сих пор 37% острова находится под контролем турецкой армии. Однако на оккупированном Турции в севере острова 20 июля главный праздник, который называется «День мира и свободы». Здесь проходит военный парад, на котором присутствуют высокопоставленные гости из Анкары. 27-29 апреля в Женеве под эгидой ООН прошла неформальная встреча по кипрской проблеме в формате 5 плюс 1. Она завершилась констатацией отсутствия точек соприкосновения для возобновления официальных переговоров. Власти Республики Кипр настаивают на решении проблемы разделенного острова в рамках двузональной двуобщинной федерации. Турецкая же сторона Кипра при поддержке Турции полагает, что речь надо вести о сосуществовании на острове двух независимых государств. 30 апреля после вечернего намаза в Стамбуле. Эрдоган заявил, что не доверяет и не верит греко-киприотам, потому что они никогда не вели себя честно. Новая встреча в формате 5 плюс 1, по мнению президента Турции, не принесет никакого результата. Для нас Турция это не 780 тысяч квадратных километров. Для нас Турция везде. Реджеп Тейп Эрдоган, президент Турции, 19 мая, Анкара. Похоже, что большой войны, большого передела миру не избежать. Вспомните 30-е годы 20-го столетия, когда начался передел мира, и Адольф Гитлер под свои знамена собирал страны, собирал своих сторонников. Европа выступила тогда на его стороне. А в большей степени Советский Союз поддержал Гитлера деньгами, металлом для танков и солдатами. Но об этом Советский Союз предпочитает молчать. Прошла история. Документы выбросили, закрыли на столе под грифом секретно. И можно делать с пропагандой для своих народов все, что угодно. Вешать какую угодно. Лапшу на уши. А здесь Реджеп Тейп Эрдоган открыто говорит о том, что Турция для него, для его народа, это не только то пространство, которое сейчас они официально занимают. Турция везде. Весь мир. А весь мир, как вы знаете, был у кого? А весь мир был у Чингисхана. Только Чингисхан мог назваться правителем всего мира. Так к чему же идет Турция? К образу Чингисхановской империи? О чем еще заявит миру Реджеп Тейп Эрдоган? О чем он будет говорить со всеми народами мира? Он будет делать заявление для всех. Его месседж будет носить глобальный характер для всего мира. Возможно, он готовится удивить мир своими заявлениями. Возможно, мир услышит что-то такое, чему очень сильно удивится. Насколько я понимаю, речь пойдет о глобальном изменении карт мира. А это, друзья, пахнет большой войной. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан. Сиитбурган Субтитры создавал DimaTorzok